Как и обещал, давайте разберемся с вами с темой Донбасса. Российские планы в отношении Донбасса постоянно меняются. То мы слышим о том, что Россия хочет внедрить Донбасс, тело Украины, навязать. То мы слышим, что наоборот, необходимо, чтобы как можно дольше длилась вот эта вот эпоха неопределенности, чтобы как раз подвешенное состояние Украины приводило к деградации внутренних взаимоотношений в Украине и, соответственно, к распаду самой Украины. То мы слышим предположение, что Россия хочет присоединить к себе ДНР и ЛНР, просто сделать это медленным путем и в тот момент, который ей удобно. Давайте разберемся, какой план у Кремля сейчас, на данный момент. И посмотрим на тенденции, которые соответствуют обострению в этом году в Авдеевке, блокаде Донбасса и многим другим вещам. Очевидный тупик Минского процесса привел к тому, что актуализировался вопрос относительно того, какова будет дальнейшая судьба оккупированных территорий Донбасса. Эта дискуссия идет не только в Украине, но и в России. Новый толчок она получила после решения Кремля признать документы ЛНР и ДНР. Слышали об этом событии, то есть признаны документы ЛНР и ДНР в России. Это в очередной раз подтверждает, что Минский процесс это лишь филькина грамота, которая не имеет никакого значения и нужна только Порошенко, чтобы удерживать украинцев в повиновении, так сказать, совсем непонятным вещам, которые невыгодны в первую очередь Украине. На интеллектуальном сайте Gefter.ru, который курирует известный и ныне оппозиционный политехнолог Глеб Павловский, появилась любопытнейшая статья политолога Александра Морозова относительно того, что Кремль дозревает до того, чтобы присоединить оккупированные территории по той же схеме, что и Крым. На наш взгляд, логика изложения в данной статье представляет интерес для украинских читателей. Эта логика не без изъянов, но события последних трех лет показывают, что мы никогда не должны недооценивать наших врагов, поскольку это обходится нам огромными потерями. Текст печатается без сокращений. Давайте рассмотрим, что вот эти вот ребята кремлевские обсуждают. Называется статья у него «Свобода рук и политическая оглядка. Не станет ли Кремль присоединять Донбасс?» Важно заметить, что эти ребята, которые здесь говорят, это не просто какие-то крикуны кремлевские. То есть это довольно-таки интеллектуальное обсуждение, в отличие от различных, совсем уж маргиналов, которые говорят на тему ДНР и ЛНР в России. Так, читаю. Не все обратили внимание на большое интервью с Михаилом Ремезовым о Донбассе, опубликованное 17 января, еще за две недели до вспышки боевых действий в Авдеевке. Ремезов, среди прочего, политический советник Дмитрия Рогозина. В отличие от большинства политологов круга РИА Новости, он не крикун и не малахольный, как теперь называют большую группу около кремлевских телеэкспертов, которые озвучивают, что попало. В этом интервью Ремезов не только констатирует, что минские договоренности зашли в полный тупик, но и аргументирует необходимость присоединения Донбасса к РФ и излагает конкретный сценарий этих действий. Он говорит о том, что сценарий заморозки нереалистичен, долгой перспективе и Кремлю не выгоден, поскольку не формирует никакого временного статуса, аналогичного Приднестровскому или Абхазскому. Мы ведь часто слышим о том, что говорят Приднестровье, Абхазия, Донецк, ДНР, ЛНР по этому же принципу. Но нет. Положение Донбасса нельзя сравнивать со всеми предыдущими конфликтами на территории бывшего СССР. Донбасс придется присоединять. Это он говорит прямо. Его спрашивают о дорожной карте. В это время публика еще не знала, что указ Путина о признании документов ДНР и ЛНР уже лежит готовым у него на столе. Он его подпишет и огласит только 18 февраля. То есть статья была написана опять же 17 января еще. Ремезов за месяц до этого отвечает на вопрос о дорожной карте так. Граждане ДНР и ЛНР находятся вне любого юридического поля. Им даже в России легализоваться намного сложнее, чем другим украинским гражданам, потому что Россия не признает бумаги ДНР и ЛНР. А украинские бумаги эти люди получить не могут. Это прямая правовая дискриминация жителей Донбасса. И эту проблему нужно решать как сугубо гуманитарную. В этом смысле предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска будет безупречным с международно-правовой точки зрения гуманитарным жестом. Если вы заметите на кремлевскую риторику, они в последнее время очень много говорят о гуманитарных миссиях, гуманитарных жестах, гуманитарной помощи Донбассу. Любопытно, что на следующий день, 18 января, московский комсомолец разместил занятную публикацию, нарушающую обычные журналистские нормы. В ответ на вопрос, надо ли присоединять Донбасс, читателю предложено два мнения, как бы экспертные, но оба они за присоединение. Удивительно, но в этот же день, 18 января, в Коммерсанте появилась публикация с выразительным заголовком «Дмитрий Песков, Киев сам отказывается от Донбасса». То есть вы знаете, что в российских СМИ просто так ничто не происходит. Там дают разнарядку и они печатают то, что им дают. И вот как раз в основных, когда изданиях выходят одновременно одинаковые практически статьи, то тут понятно, что пропаганда работает в определенную область, в определенном направлении. Все происходило на фоне приезда в Крым Захарченко и Плотницкого. 19 января было устроено празднование некруглой даты Переяславской Рады. Понимаете, да, воссоединение с Россиюшкой. Но тогда мы еще не знали, что за неделю до этого, в начале января, Артеменко и Сатер, Артеменко это украинский депутат от партии Ляшко, и Сатер, то есть один из тех, кто вызвался посредником между администрацией Трампа, они передали Майклу Флину план урегулирования российско-украинского конфликта. И невозможно было точно сказать, чем вызваны заявления Ремезова и Пескова. То есть по ходу дела вы поняли, что связи такие с Кремлем, поддерживаемые администрацией Трампа через посредников, в том числе учитывали вариант того, чтобы решить конфликт на Донбассе через присоединение Донбасса. По всей видимости так. Ну и соответственно там же был вообще план по урегулированию крымского вопроса. Сейчас уже ясно, что это было медийным сопровождением миссии Майкла Флина. Сейчас в американских медиа продолжают обсуждать отставку Флина. Был ли Трамп на самом деле полностью информирован о содержании его встреч с послом Кисляком? Или Флинн зашел слишком далеко сам? Но факт заключен в том, что вся история с подсунутым Трампу группой международных авантюристов планом большой сделки закончилась к концу февраля гигантским скандалом и расследованием ФБР. Попытка Кремля донести до Белого дома мысль о том, что Донбасс не может быть подвешен бесконечно, в отличие от других замороженных конфликтов, провалилась. Но это еще не факт. Хочу сказать, что как раз все действия администрации Трампа, они идут по образцу Киссинджера. Чем отличался Киссинджер? Он никогда не признавался в своих планах. Он всегда это делал кулуарно и подковерно. То есть все, что планировалось у Киссинджера, всегда происходило внезапно. Он все это делал тайно и в нарушении очень многих законов, в том числе США. Поэтому его политика была столь бездарной, предательской по отношению ко всем союзникам, как к Израилю, так и к демократическому Вьетнаму, так и, собственно говоря, к Южной Корее, да и ко многим другим, и к Тайваню. Но, кроме всего прочего, эта политика привела к падению позиций США по отношению к Советскому Союзу. В принципе, я все это обсуждал, когда говорил о плане Киссинджера в видео, которое так и называется. Можете найти его на канале, в плейлисте «Горячие темы». Там план Пичука, план Киссинджера, и там все объясняется. И Путин подписал указ о признании гражданских документов, выданных сепаратистами. Впереди следующий этап – выдача российских паспортов. Еще в середине ноября 2016 года до всех этих событий депутат Госдумы Сергей Шаргунов заявил, что будет создана межфракционная группа, добивающаяся такого решения. Очевидно, что принятие Кремлем решения выдавать российские паспорта населению Донбасса будет означать только одно – его присоединение, то есть крымский образец. Между 17 января интервью с планом Ремезова о присоединении и 18 февраля встречей руководителей сепаратистов в Крыму и подписанием Путиным указа о документах ДНР произошло несколько событий, помимо провала Майкла Флина. Надо напомнить, что 30 января Порошенко прервал свой визит к Германию из-за обострения военных действий под Авдеевкой. 3 февраля новый представитель США в ООН Ники Хейли выступила с осуждением российской агрессии в Украине и заявила, что США целиком находятся на стороне украинского народа в этом конфликте. Для Кремля в эти несколько дней наступил новый момент, когда стало очевидно, что активные действия украинской армии не будут осуждаться Западом и в том числе администрации Трампа. Лавров 12 февраля дал интервью НТВ, в котором была заявлена уже новая постминская позиция Кремля. По существу, Лавров сказал, что руки у Кремля полностью свободны, поскольку Киев не выполнил тех требований по децентрализации, которые Кремль в свое время внес в Минские соглашения. На следующий день, 13 февраля, Комсомольская правда опубликовала пафосное интервью с Захаром Прилепиным с воззванием начать новый цикл призыва российских граждан в сепаратистские формирования Донбасса. Снова же вся эта информация для того, чтобы у вас сформировалась картинка происходящего. Будет ли Кремль присоединять Донбасс? Ответ на этот вопрос заключен в трех факторах. Первый. Вокруг Кремля сформировалось довольно сильное лобби в пользу этого решения. Эти люди считают, что тезис «выгодно держать Донбасс подвешенным ради дестабилизации Украины» больше не работает. Никаких бонусов Москва больше не получит, а издержки растут. И главное, там же наши люди. Их нельзя бросать в таком плачевном состоянии на бесконечный срок. Ну, я хочу сказать, что в первую очередь нужны победы Путину. В этом состоит логика процесса. Также мы прекрасно понимаем, что те мизерные затраты на Донбасс, которые выделяет Россия, а это пару миллиардов долларов, вообще никак на экономику России не влияют. Вопреки мнению многих украинцев, что это типа истощает экономику России. Ничего подобного, друзья. Таких афер Россия может завести еще штук 10. Вполне себе будет с ними справляться. Увы, но это горькая правда. Надежды Кремля, которые озвучивали его спикеры весь 2016 год на то, что Запад надавит на Киев, позади. Уже ясно, что нет никакого Запада, который должен давить на Киев. Второй фактор – хаос у Трампа. Трамп совершил роковую ошибку в отношении российского направления, внешней политики. Он заявил о намерении большой сделки, не имея даже контуров реальной стратегии в отношении Кремля. В результате вместо большой сделки произошел дурной анекдот с Флинном, Коэном, Саттером и украинским депутатом. Впереди у Трампа не радостная сделка с Путиным, а расследование комиссии Сената, призывы к уличным шествиям в свою защиту, обсуждение перспектив импичмента и прочее. Руки у Трампа связаны. И реально это так, мы уже говорили о том, что яичишки-то Трампу отрезали некоторые. Третий фактор. Евросоюзовские дипломаты устали от Минских соглашений. Требования Кремля в отношении федерализации абсурдны и невыполнимы. Киев, несмотря на призывы некоторых немецких экспертов, не выдвигает каких-то оригинальных инициатив, которые бы сдвинули дело. Хотя и немецким экспертам ясно, что даже если бы аппарат Порошенко их выдвинул, начался бы парламентский кризис в Киеве. Штайнмайер ушел в президенты. Немецкие политики заняты выборами в Бундестаг, а французские сменой президентов. Все это постоянно говорится российскими провластными экспертами и составляет отчетливый фон. Никаких дополнительных ущербов Путин уже не понесет, если закроет вопрос Донбасса. Просто-напросто за это даже никто его не накажет. Учитывая опять же то, что творится сейчас на Западе. Разумеется, будет большое обострение риторики со стороны Евросоюза, НАТО, американских сенаторов и так далее. Но надо признать, что и в Европе есть много тех, кто с облегчением вздохнет, если вопрос Донбасса закроется. Если исходить из известного представления о том, что Путин действует тактически, всегда заходя на подсечку только в тот момент, когда соперник слегка теряет устойчивость центра тяжести, то это тот самый момент. За российскими паспортами выстроятся многотысячные очереди. Не потребуется даже референдума. Судя по интервью украинского военного коменданта одного из городков на линии противостояния Киева и сепаратистов, даже и он с облегчением вздохнет, если психовские десантники, неофициально стоящие против его позиций, просто превратятся в российских пограничников. Кончится трехлетний кошмар. Иначе говоря, к февралю 2017 года сформировалась уникальная по выгодности Кремлю ситуация, в которой можно безнаказанно присоединить Донбасс. Разумеется, эта безнаказанность имеет долгосрочные последствия. Но уже Крым показал, что Кремль эти долгосрочные последствия не считает угрозой. «События января-февраля демонстрируют, мы вступили в год присоединения Донбасса к РФ». Так утверждают авторы статьи. И, наверное, исходя из всех факторов, которые мы имеем на данный момент, скорее всего, у Кремля именно такой план сейчас. К сожалению, какие негативные последствия могут быть для Украины? Во-первых, это, конечно же, то, что будет опять безнаказанно совершена очередная аннексия украинской территории. Эта аннексия лишь продолжит тот путь, который Россия занимает, и, скорее всего, приведет, возможно, через некоторое время, к дальнейшей аннексии следующей территории Украины. Так как украинцы не хотят и не собираются ее защищать, и не особо готовятся к этому. К сожалению, это факт. Тем более с властью Порошенко, которая делает все для того, чтобы уничтожить саму Украину. Из-за этого, к сожалению, надо признать, что отказ от защиты Крыма вооруженным путем, скорее всего, в историческом масштабе, потом историками, через сотню лет какую-то, будет анализироваться как начало конца Украины. Возможно, это так. Это весьма вероятное последствие того, когда вы получаете и позор, и войну.